Приветствую вас. Влюбленность, влюбленность, дословно, означает, что человек, в которого влюбляются, наделяется определенными чертами, определенными странами, определенными характеристиками, вот. Которые к нему самому, к самому человеку, могут не относиться, то есть, если у кого-то, у какого-то человека, у любого, например, у вас, был ряд желаний, вот. Значит, если у вас имеют место быть потребности какие-то или желания какие-то, вот, то есть, вы не удовлетворены в чем-то, в чем-то, в чем-то не удовлетворены. Вот. То, эти желания при общении с кем-то могут перенестись на этого человека. И, в зависимости от силы этих желаний, в зависимости от степени возможности удовлетворения их, наделить человека определенными чертами, определенными характеристиками, можно вообще за секунду, то есть, 30 секунд это даже много, 30 секунд это даже много, это реально, можно за меньшее количество времени это сделать. То есть, вот раз, были желания, да, были какие-то потребности, была у вас какая-то нужда, вы увидели человека, и всё, вы его наделили. То есть, у вас не было твердого нет, твердого нет, в плане того, что этот человек не подходит, и всё, и вы его наделили, и вы вот так и видите, и по-другому вы его уже не видите, и это и есть влюбленность, и это нормально. Ну вот, именно как в качестве самого процесса, да, если говорить про сам процесс, то это нормально. Вот. Понятно, что сам генерис развития этой всей истории, он, конечно, не совсем нормальный, это да, это так. Сам генерис в истории, он не нормальный, но процесс влюбчивости, процесс влюб... процесс, да, влюбчивости, он нормальный, он работает именно так. Вот, но у других людей в норме это происходит несколько дольше, вот. Но опять же, опять же, не у всех, у кого это бывает, там, буквально с первого взгляда, с первой минуты, и всё, по сути. Вот. Поэтому тут вот такая история. Я, к сожалению, к сожалению, знаю мало, вот мало знаю случаев, когда такой тип отношений, когда такая форма взаимодействий приводит к чему-то хорошему. То есть я, к сожалению, таких, таких историй практически не знаю. Это очень редко. Очень редко бывает. Очень редко бывает так, что такой тип отношений принёс людям, ну, что-то позитивное, что-то хорошее. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот. Как правило, как правило, всё это упирается в, ну, разочарование. Вот. Вот. И если, если есть основание у вас полагать, что данная проблема может быть у вас, да, то есть если нет какой-то возможности, то есть если нет какой-то возможности. Вот чёткой уверенности в том, что этот человек, да, он сможет, сможет и может дать вам. То есть если вы хотите ответить на имя и так далее, то лучше, конечно, поработать над тем, благодаря чему стала возможной ваша улюблённость. Вот. То есть поработать именно над желаниями вашими, над потребностями и расширить возможные способы их реализации. И тогда будет лучше вам и будет лучше вашим партнёрам, вы не будете их идеализировать, значит вы не будете чего-то от них ждать и таким образом отношения ваши будут складываться куда более непринуждённые и куда более здоровые. Вот. Что позволит вам по итогу выстроить по-настоящему крепкие, крепкие и комфортные отношения, в котором вам обоим будет хорошо. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку дуратомыч, если вам понравился мой ответ. Теперь буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.